Теперь у нас здесь остается два вопроса, внутренние функции государства и внешние функции российского государства. Но вы знаете, я вижу часто, что их разделяют, экономическую и налоговую, как самостоятельные функции. Но они пересекаются, безусловно. Они выделяются в самостоятельные, но они очень пересекаются. Это вот первое содержание функции, о которой вы говорите. Что экономическое развитие, нормальное, возможно только при грамотном налоговом планировании. Поэтому вы можете вот эту вот первую составляющую как в налоговой функции назвать, так и в экономической функции. Просто налоговая функция, она шире, чем одно вот это вот, что мы с вами сказали. Она шире по содержанию. Внешним давайте перейдем. Так, ну их меньше, внешних функций. Вообще их, конечно, много. Но давайте выделим три основных. Самые основные функции. Первая функция это сотрудничество, международное сотрудничество. Она называется по-разному. Она называется сотрудничество с государствами международного сообщества. Там еще как-то. Но для простоты просто, мне кажется, короче будет международное сотрудничество. Международное сотрудничество. Давайте в каких сферах это может, в каких сферах может проявляться это международное сотрудничество. И мы можем с вами сейчас просто брать из реальной политической картины, и не только политической, что у нас происходит. Международное сотрудничество может выражаться в борьбе с терроризмом. Это очень актуально сейчас. Что еще у нас? Это защита прав и свобод граждан. Это тоже сегодня актуально очень. Это международная защита. Это, конечно, экономика. Ну, понятно, экономика, политика. Это культура. Помните год культурного обмена, например? У нас недавно был год Англии в России, год российской культуры, дни российской культуры. То есть вот эти вот направления, они могут совершенно разноплановые быть. Очень важное на сегодня выделяют это сотрудничество в области экологии. Это очень важнее. Одна из таких очень важных функций. Как она осуществляется? Она осуществляется на основе международных соглашений. То есть это вот та форма, о которой мы с вами говорили, форма данной международной функции. Мы заключаем международное соглашение. Или мы подписываемся под каким-то уже заключенным международным соглашением. Что касается России, то Россия является участником практически всех основных международных соглашений и участником международных организаций, которые решают вот такие глобальные вопросы. Ну это что? Это ООН и ее территориальные какие-то ЮНЕСКО, это по культуре и образованию, что еще? Интерпол. Мы тоже с ними участвуем. То есть вот такое вот международное сотрудничество, очень актуальная на сегодняшний момент функция. Следующая функция, это тоже немаловажная интеграция в мировую экономику. Мы говорим именно про Россию. У нас вопрос звучит именно так. Внешние функции российского государства. То есть первое мы назвали, второе интеграция в мировую экономику. Что сюда? Ну для нас это очень актуально сегодня, да, особенно в связи с санкциями. У нас процесс интеграции начался, но потом в связи с известными событиями он немножко сейчас у нас откатился назад. Но тем не менее эта функция интеграции, она остается. В чем она заключается? В чем ее содержание? Ну на сегодняшний день одним из видов это реализация совместных международных экономических проектов. Например, строительство нефтегазопроводов международных, да, освоение космического пространства, атомной энергетики. То есть вот эти вот совместные, очень дорогостоящие, но очень значимые для людей, для человечества проекты, вот они осуществляются на основании международных совместных проектов. Как еще оно? Какое еще содержание? Это привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику. То есть вот таким образом мы пытаемся интегрироваться с мировой экономикой. Мы осуществляем внешнюю торговлю. Также мы осуществляем взаимное кредитование различных экономических проектов. То есть вот в общих словах содержание вот этой функции. И следующая функция, третья, тоже на сегодняшний день очень актуальная, это оборона. Это оборона, это функция обороны. В основе этой функции лежит всегда военная доктрина. В России принята военная доктрина, и наша военная доктрина носит оборонительный характер. То есть мы государство, которое защищает свои интересы, но не является агрессором. Хоть нас и там пытаются обвинять, но тем не менее наша военная доктрина носит оборонительный характер. Что такое оборона? По большому счету оборона это система различных политических, социальных, экономических, военных мер, которые предпринимаются для того, чтобы подготовиться к вооруженной защите нашего государства. И в случае необходимости вооруженная защита нашего государства. Вот, коротко, три основные функции, которые актуальны. Ну, конечно, там экологические, внешние, но это тоже, вот мы можем эти экологические рассматривать в рамках международного сотрудничества, допустим. Да, какие-то совместные экологические проекты осуществлять, ну, вот и так далее. Это три основных функции. Ну, это основные функции, которые на сегодняшний день актуальны. А так, конечно, можно придумывать много, но выделяются вот это три, по которым никто не спорит сегодня, по крайней мере. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА